По мнению Рошая нам не хватает в 2 раза, в 2 раза, в 3,7%, но нам нужно в 2 раза больше. Я думаю, нам нужно 10%, потому что иначе проблему просто не решим. И все остальные мероприятия по тому, что нас вырыгают в бережку тарифов, нас отнимают от нас уже заработанные нами, сестры и врачами, наши деньги, просто отнимают с помощью общепринятых мероприятий, с помощью этого ОМС, с помощью нашей администрации, бюрократии. Поэтому, сначала я говорю о том, что мы «да, мы можем», потом говорю «да, нам это невозможно сделать в тех условиях, в которых мы сейчас находимся». Катастрофа, просто катастрофа. Не хватает ни каждого, что признается сам министр правоохранения и по всей России, и у нас, потому что, благодаря, это вы не знаете, где берут, у нас выпущено 2000 специалистов, врачей, и у нас не хватает ни врачей, ни сестер, ни в городе, ни в регионе. И эти врачи, уровень подготовки – это предчурственные. Поэтому, вот мы, то есть, вот такая новая штука, да, но для этого нового, нужны и очень высокие эффективные специалисты. Поэтому, и в этом плане, очень секрет, это комплекс, должен быть комплекс изменений. Это не может быть, там, только повышение зарплаты врачам, что это крайне необходимо, но с исключательными оговорками. Вот, допустим, статья у Михаила Гребунова, мною очень уважаемого человека, который зарабатывает деньги, стоя за операционную столовую. У него зарплата – 12 тысяч рублей. Его зарплата за мой расчет Вала Харашевский, главного врача, тоже в больнице. 4 миллиона 674 тысячи 329 рублей, 13 тысяч рублей. Вот при такой, при такой зарплате я вскерпой «Ура» в Москве нашел. Помните, руку Высоцкого? Вот. И это, это бессовестное, просто бессовестное воровство этих денег и у этого Перпинова, и у всех у нас. Далее, у Виктора Гребунова 4 миллиона 433 тысячи 131 рубль 40 на год. Когда его преподаватели получают около 10 тысяч рублей в месяц, они не могут консистенциальность вести, так же, как и наши врачи. В нашем практическом здравоохранении. То есть, власть захвачена, в принципе, врач, власть захвачена вот этими, извините меня, негодными людьми, негодными деятелями относительно, которые распределяют заработанные нами деньги в свой карман. Это самая серьезная проблема сейчас. Мы требуем немедленного отстранения из нашего обихода, этого ОМС, которое в этом плане существует. И тут же отчет, что деньги раз получают нашему президенту. Во-первых, средняя зарплата у врачей, я цитирую, сейчас уже где-то 27 тысяч. Вот, вот, извините. Ну, вот, видите, 27. Я не натурил. Ну, вот. 27 тысяч. Это он декларирует нашего президента. Тогда, когда я вам уже сказал, что я вам закладываю на места, у Учки Ру, как и у нас тоже. Никогда у вас этого нет. У нас работает на 3 ставки для того, чтобы получить 24 тысяч. И это не просто так, это не мои слова. Вот, 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 Новгород стал. В Новгородской области средняя заработная плата 14 тысяч 600 261 рубля, 4 копейки. Так что, в принципе, господа, получается так, что президенту докладывают местный руководитель, наш грант Конституции. Он докладывает, что мы получаем 27 тысяч. Значит, нам не надо по президенту сделать вывод, нам не надо повышать ничего. Ну и так, хорошо живем. У нас нет ничего таких астрологического. На самом деле, это просто голод. Это просто нищета. Это просто катастрофа, что сейчас делается. И это делается вот, вот и по распределению. Ну, 4 миллиона. Она декларировала, это хорошествие на выборах, 6 миллионов. Это по 500 тысяч в месяц. А сравнение с тем, что получают наши дектора, ну, это, не знаю, мы никак не собираем.